Варгеймы для многих настольщиков это прямо такая священная корова, к которой многие боятся подступиться, а многие наоборот получают от них огромное удовольствие. Сегодня у меня на столе будет варгейм для настольщиков, или можно сказать вархаммер для тех, кто не хотел бы красить нинги. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, на столе у меня сегодня Герой Нормандии, это новая редакция, которая в английской версии называется Big Red One Edition, и она отсылается к специальным войскам Второй мировой войны, американским, про которых даже был снят отдельный фильм, который называется Большая Красная Единица, можете посмотреть, чтобы узнать подробности. Что это такое? Это игра, в которой вы выступите за одну из противоборствующих сил, либо за Германию, либо за американцев в данной конкретной коробке, и будете разыгрывать небольшие бои, то есть да, эта игра не даст вам вариантов разыгрывания боя по всем фронтам, как например дают вам игры типа «Ни шагу назад». Здесь у вас будет небольшая или такая средняя стычка между небольшими войсками или армиями с боевыми машинами, с танками, с джипами иной раз, с мотоциклами с немецкой стороны и, конечно же, солдатами. Возможность у вас будет совершать героические поступки, прятаться в укрытиях, громить врагов гранатами, забрасывать их танки и даже будет возможность руины танков сдвигать с места для того, чтобы создавать себе дополнительные укрытия и взрывать дома. Каждый игрок возьмет себе под командование небольшую группу войск с ее героями или командирами и отдельными отрядами, а также боевой техникой. Другой возьмет то же самое. Вы создадите себе игровое поле с элементами ландшафта различными, где будут и вот эти вот известные насаждения нормандские, и у вас там будут и здания, и каменные глыбы будут также на столе. И все это создаст вам ландшафт, на котором вы будете проводить бой. Вероятности в игре отыгрываются на кубиках, то есть вы будете бросать специальные кубики для того, чтобы посмотреть, попали вы или не попали. По вашим оппонентам. А также у вас будут специальные вот эти вот жетоны приказов, которые позволят вам активировать те или иные боевые единицы в ходе вашего столкновения. Каждый игрок также будет иметь специальную колоду карт, которая будет давать ему некоторые небольшие преимущества в ходе игры, и в них в самих написано, когда они применяются. И вы будете по очереди ходить, активировать своих войска для того, чтобы перегирать вашего оппонента, выполнить цель миссии, ну и, конечно же, победить как можно больше чужих солдат. Книга правил в игре достаточно объемная и достаточно комплексно написанная, но по факту правила в игре очень простые. Игра проходит в несколько фаз, и я сейчас расскажу, как все это делается. Давайте разбираться, как играть игровой в Нормандии. Итак, для начала вам нужно понимать то, что каждый из вас создаст себе армию. Армия у вас будет набираться вот из таких вот специальных штабных планшетов. Там могут быть и, соответственно, главнокомандующие, и какие-то герои, и конкретные подразделения боевые. У каждого из них, у каждого этого планшетика есть своя стоимость уже в очках, которую вам нужно будет потратить для того, чтобы ее себе взять. Плюс какие-то стартовые войска, которые на ней уже есть. То есть, в частности, здесь вот у нас есть герои, три подразделения в этом штабном планшете. Здесь у нас будет только сам герой, а здесь у нас будет герой, и вы сможете набрать что-то вот в эти слоты. Эти слоты заполняются специальными другими вот такими вот жетончиками. И в эти жетоны, в зависимости от того, какие у них есть слоты, у вас будут вставляться различные специальные жетончики штабные. Вы, например, сможете вставить вот сюда вот такой вот. И это будет отряд с базукой. А также сможете, например, дать ему поддержку какой-то танк или какую-то боевую единицу еще дополнительную. Или, например, снабдить его еще гранатами. В зависимости от того, какие вот здесь ленточки, вы сможете вставлять различные туда жетончики. Каждый жетончик обычно стоит какое-то количество очков, очков армии вашей. И вы играете в соответствии с сценарием на какое-то указанное количество очков. Каждый сценарий сам по себе. Каждый сценарий будет указывать вам на какое количество очков, сколько вы чего можете взять. И какие у него будут определенные цели. Как у вас будут располагаться элементы террейна, то есть ландшафта. Сценарий в базовой игре вот здесь вот шесть. Они складываются все в одну кампанию, которую вы можете отыграть. Начиная со стартового учебного и потом доходя все больше и больше и больше. У вас там будут указаны зоны расстановки, в которых вы будете размечать свои войска перед тем, как начнете игру. А вот каждый вот такой вот жетончик, который вы вкладываете себе вот в эти слоты, как у нас вот здесь вот, соответствует такому жетону, который вы выставите себе на игровое поле. И в частности, если нам вот здесь вот говорят, что это группа разведки, огневая группа и группа поддержки, вот они здесь есть и, соответственно, с ними есть еще один герой, вооруженный специальным оружием. Также некоторые эти планшеты позволят вам вставить, например, к себе в эту боевую группу танк. И вот, например, здесь у нас есть тот же самый стюарт, вот он здесь, вот он здесь. Также в этой группе у меня, видите, лежат гранаты, три жетона к ним, и патроны дополнительные, которые три жетона к ним, за них также были уплачены очки. Здесь у меня не равные группы, поэтому не обращайте на внимание, этот сценарий я разложил сам, для того, чтобы вы понимали, что можно, в принципе, самим создавать сценарий тоже. На каждом вот этом жетоне, в принципе, написано все, что вам нужно знать об этой каждой из боевой единицы. То есть, например, если у нас это пехота, то у нас здесь будет указано, что вот желтый щит, вот здесь в посерединке, это пехота, красный — это легкие боевые машины, серый — это тяжелые боевые машины. Насколько он двигается, как он попадает по пехоте, как он попадает по легким машинам, и вот этот конкретный жетон не может атаковать тяжелые боевые машины, потому что, ну, из ружей, из обычных не расстреляешь танк. Также на нем указано, может ли он идти в рукопашную атаку, и какие-то еще специальные свойства, там достаточно много способностей и возможностей у каждого отряда, и у нас даже есть специальная памятка под ним, по всем этим символам, на задней части буклета правил. В зависимости от того, сколько звезд на ваших планшетах, вы получите себе такое количество цифровых жетонов плюс один жетончик блефа. Там еще будут специальные жетоны за специальные подразделения, которые вам будут добавляться к вашим. Если возьмете больше звезд, у вас будет больше таких жетонов, и тем самым ваше командование позволяет вашей армии лучше активироваться каждый ход. И в начале каждого раунда каждый из игроков будет загадывать эти жетоны и выставлять их на свои войска. Ну, в частности, например, если я хочу, чтобы у меня танк ходил вторым или первым, я положил бы на него один из вот этих жетонов. И, например, мы хотим, чтобы танк ходил вторым. Эти у нас будут ходить первыми, жетон блефа мы положим сюда, чтобы оппонент думал, что у нас эти тоже пойдут вперед или будут по нему стрелять. А вот это мы положим сюда. Оппонент делает абсолютно то же самое. Вы это делаете одновременно и после этого начинаете играть. У нас есть планшетик раунда, который показывает, сколько раундов мы будем играть и у кого инициатива первая. Тот, у кого первая инициатива, тот первым будет скрывать свой один из жетонов и после этого активировать именно эту боевую единицу. В следующем раунде у нас другой игрок будет первым, потом этот опять игрок будет первым и так далее, и так далее, и так далее, до тех пор, пока кто-то не победит или не закончится игра и мы не будем считать очки. У каждой боевой единицы также, также у нас у каждого жетона, такого штабного, указано, сколько единиц этого жетона нужно уничтожить для того, чтобы он перевернулся и уже отдавал победные очки оппоненту. Это так называемый переломный момент в каждом отряде, и причем эта плашечка вся тоже может так перевернуться, если вы уничтожите определенное количество единиц вот с этого планшетика. За это мы получаем очки, за выполнение цели в миссии мы также получаем победные очки и потом объявляем победителя. Так вот, когда и мы, и оппоненты расстали все свои жетоны, начинаем потихонечку активироваться. И если я, например, говорю, что вот все, у меня эта единица, без проблем, дальше я могу этой боевой единицей ходить или стрелять. Я могу выбрать всего лишь одно из двух действий. Либо атаковать, соответственно, либо передвигаться. Передвижение у нас указано на 4, и опять же у нас все указано на игровом поле. Если у нас какой-то есть труднопроходимый ландшафт, у нас будет указано это на специальных символах. Если нам этот вид ландшафта перекрывает линию видимости, также будет указано на этих специальных символах. Если он полностью блокирует линию видимости, также это все будет указано на этих символах. Как мы входим в дом и где у него окна, и как мы можем стрелять, также все указано на этих символах. То есть у нас, в принципе, по факту все, что нам нужно, у нас будет на игровом поле, и вы это видите всегда. Вы видите, что у оппонента, вы видите, что у вас, вы видите, что представляет собой само игровое поле. Правила достаточно простые. То есть мы, например, могли бы походить им на раз, два, три, четыре и остановиться здесь. После этого оппонент бы включал свой первый жетончик и отправлялся бы в атаку, например, на нас, или бы ехал бы к нам для того, чтобы выполнить какие-то цели, миссии. У нас будут специальные жетончики, которые говорят о том, что мы, соответственно, что-то должны захватить на поле или удержать. После того, как мы, соответственно, походили этим юнитом, мы либо оставим на нем этот жетончик для удобства, либо мы положим специальный жетон, который говорил, что юнит активирован, и больше он в этот ход активироваться не будет. Это очень важно. Как вы понимаете, все ваши войска вы за вторую фазу активировать не сможете, потому что не на всех есть жетоны. Но они будут двигаться позже, но стрелять уже не смогут. Итак, мы передвигаем все войска, передвигаем все войска, потихонечку двигаем, выдвигаемся, чтобы выполнять свои цели. После этого, когда у нас все походили, у нас наступает специальная фаза, в которой у нас будут двигаться Все остальные оставшиеся подразделения, также мы по очереди всех подвигаем, и они займут специальные позиции. Например, вот этот мог бы перейти сюда, вот этот пошел бы за ним, перешел бы сюда и так далее. Занимаем позиции, и в следующий раз будем перестреливать оппонента. Как происходят атаки и стрельба? У нас по факту нет радиуса стрельбы. И если бы у нас, например, вот этот юнит мог бы стрелять, то он бы сейчас с удовольствием пострелял бы по вот этим мотоциклам немецкой стороны. Он взял бы от себя один кубик, бросил бы его, и дальше бы сравнивать следующую вещь. Это у нас шестерочка, как вы видите. У нас броня. Наших мотоциклов четыре. По легкой технике наши товарищи попадают с плюс нулем, но тем не менее мы попали, выбросив шестерочку. Это значит, что попадание принято и наносится ранение. У нас есть два вида юнитов, два вида войск. Это те, у которых вот такая вот черепушка нарисована, с двумя стрелочками. И если в него попали, он приварит на другую сторону, там уже такой подразбитый отряд, но тем не менее все еще боеспособный. А вот этот, например, мотоцикл, у него красная черепушка. И поэтому он будет сразу уничтожен. Смотрим, где у нас мотоцикл лежит. Мотоцикл у нас лежал вот здесь вот, вот здесь вот. И мы, соответственно, эту штучку здесь переворачиваем и сразу получили уже два победных очка от оппонента. Классно, всего лишь за одну стрельбу. Мотоциклы не вовремя выехали на дорогу. Им надо было ехать где-нибудь вот здесь вот. Танки — это большая техника, за ними мотоциклы спрятались, и мы не смогли бы пострелять по этим мотоциклам. Но и это еще не все. То есть не все у вас происходит в умах во время планирования, когда вы вставляете жетоны. И не все у вас происходит на кубиках, когда вы стреляете. У каждого игрока будет специальная колода карт. Их достаточно много. И много-много их разных. И в них самих написано, когда вы играть можете какую-то определенную карту. Например, вот эта карточка, которая говорит «We can do it. Второй шанс. Вы можете перебросить кубик». Какие-то позволят вам совершить дополнительное движение вне очереди. Какие-то позволят стрельнуть дополнительным оружием или бросить гранату. Короче, очень много карт, которые ситуативно вам могут изменить исход боя или броска. Броска, конечно, это меньше, но вот боя — это может быть реально круто. Также у нас на игровом поле будут здания. В здание можно заходить. Из здания можно расстреливаться. И если вы сидите в самом здании, то вас из здания выкурить достаточно сложно. Но хорошее оружие может уничтожать здание. У здания есть специальные очки. И если снять их все, то здание будет разрушено. И вам не поздоровится, если вы там. Бункеры всякие различные есть. Причем бункер сделан так забавно, что по правилам, если вы гранату бросаете, вы попадаете, соответственно, вы не можете в маленькое окошко гранатой попасть издалека. Поэтому основной урон приходит в бункер, и он может даже выстоять. Но вот если вы подобрались поближе, вы имеете право забросить в окошко бункера гранату, и тогда все, кто в нем, просто уничтожаются, и бункер тоже получает себе повреждения. Если он, соответственно, после этого не разрушен по какому-то счастливому случаю, вы можете сами зайти в себе бункер и отстреливаться из него. Транспортная техника. Вы можете сажать свои войска в транспорт и высаживать их потом в других местах для того, чтобы совершать атаки в тех местах, где это вам нужно. Некоторые отряды можно изначально располагать скрытыми, и тогда оппонент не имеет права по ним не стрелять, никаким образом не взаимодействовать, пока к нему не подойдет на определенное расстояние пехотная единица, чтобы раскрыть его, и тогда вы увидите, кто там конкретно находится. Танки при этом этого сделать не могут, вам нужна для этого пехотная единица, но это не важно, это мелочи правил, которые вы, в принципе, быстро изучите. Это игра не стратегическая, это игра тактическая, где вам нужно пользоваться преимуществом момента, занять нужную позицию, пострелять туда, куда нужно, для того, чтобы отвлечь оппонента, или, например, опять же, если прикрыть вас огнем, там есть специальные жетончики, которые говорят о том, что подавление огнем произошло по той или иной боевой единице, и теперь она хуже взаимодействует, хуже ходит, хуже стреляет и так далее. Есть гранаты специальные. Когда вы кидаете гранаты, выкладываются шаблоны, и вы можете накрывать ими различные отряды. Есть огнеметы, которые могут жечь в здании и выжигать, в принципе, войска, которые просто высунулись в то место, где не нужно. Очень плотное взаимодействие происходит за счет того, что у вас леса, они перекрывают линию видимость, и здание перекрывает линию видимость, и у вас, по факту, здесь, ну, не как в битве за Сталинград, предыдущей версии этой игры, где был городской ландшафт, но здесь тоже все очень плотно и тесно, и вам нужно уметь маневрировать и уметь пользоваться вашими конкретными войсками и тем, что они будут делать. Опять же, планирование и победа в игре зависит, в том числе, от того, что конкретно вы наберете себе в тот или иной бой. То есть, когда вы увидели игровое поле и понимаете, в каком сценарии будете играть, вы тогда уже себе планируете, какие войска вам надо набрать на то количество очков, которые вы договорились с вашим оппонентом. Мне эта игра, конечно, больше напоминает не фишечные варгеймы, а напоминает мне больше она в Вархаммере. Здесь очень много вещей, близких к нему. То есть, здесь есть, и как раньше было в Вархаммере, у вас различный уровень брони у техники. То есть, например, как видите, вот у этого танка, да, у Стюарта, спереди броня 7, а по бокам 6 и сзади 6. То есть, сбоку или сзади его расстрелять проще, чем если когда он стоит к вам лоб в лоб. Ну, потому что семерку выбросить на кубики невозможно, вам нужно хотя бы какое-то хорошее противотанковое оружие, чтобы давало некоторые бонусы, и вы уже могли попасть ему в лоб. Опять же, повреждения в танке, в тяжелую технику приходят так же, как это было в Вархаммере. То есть, он может получить результат, повреждено оружие, он может быть уничтожен, или может получить какие-то более простые повреждения. Танки, причем, если вы его подорвали, переворачиваются, становятся развалинами, которые перекрывают линию видимости. И вы даже можете потом другим танком, его, в принципе, если поедете, можете его другим танком сдвигать, и тем самым, в принципе, прикрыть себе танк от стрельбы, когда вы едете. У каждого танка есть несколько видов вооружения. У него, например, будет пушка, которая стреляет хорошо по танкам, и противопехотная пушка, которая не стреляет, в принципе, нормально по тяжелой броне. Но при всем при этом вы можете стрелять из танков и из того оружия, и из другого оружия. У вас есть специальные альтернативные виды вооружения у солдат. То есть у них есть базовое свое оружие, а также, например, можно бросать гранаты. Некоторые виды специальных атак у вас будут на вот этих карточках. Короче, в игре много-много всего. Если вы хотите себе плотного взаимодействия, такой тактической борьбы на небольшом масштабе, она для этого идеально подходит. Здесь много различных вариантов и построения вашей армии, и того, что вы будете делать в режиме самого же боя. Ну и, конечно же, эта игра не без доли вероятности. Кубики никто никогда не отменял. А то, как вы им воспользуетесь, зависит как раз от вашего мастерства и ваших тактических навыков. Прибережете ли вы себе карту, которая вам даст переброс на очень важный бросок, или потратите его на то, чтобы просто подстрелить оппонента, который идет к точке, которую вам нужно было бы контролировать. Многие эту игру называют наследницей серии ASL. Я не могу сказать, что я прям четко с этим согласен. На мой взгляд, она все-таки ближе к Warhammer, вот редакции 6-7, наверное, что-то такое. Я просто Warhammer больше 17 лет играл, поэтому прекрасно понимаю, о чем я говорю. Только здесь вам для того, чтобы поиграть в игру, не нужно будет выстраивать себе элементы ландшафта объемные. Вам не нужно будет красить миниатюры, склеивать минки и так далее. В одной коробке у вас, в принципе, есть все для того, чтобы собрать себе много разных армий, воспользоваться различными героями, воспользоваться различным оружием. И я очень надеюсь, что на русском языке в том числе выйдет авиация и выйдут водные виды техники. Есть, например, там один такой классный доп, который называется пляж Амаха. Ну, потому что сами понимаете, что Нормандия, как раз, началась с этого. И там, например, можно разыграть прям высадку на пляже, когда вы на катерах будете высаживаться, пляж будет заминирован. Да, минировать здесь тоже можно. И вас из дозов будут расстреливать, а вы будете перейти на немцев и пытаться захватить пляж, чтобы потом продолжить свое наступление по Нормандии. То, что у меня лежит на столе, это далеко не все, что есть в этой игре. Там еще целая куча танков, целая куча пехоты, различные дополнительные виды вооружения. Даже другие здания еще есть. Есть дзоты маленькие, небольшие. Можно здесь дополнительно лесные насаждения выкладывать. Можно, причем, будет вот эти вот кусты прорезать и тем самым делать их пустыми. Там есть, соответственно, кусторез Кулина, который он может повесить на танк. Его останок будет пропиливать эти дорожечки. И вы будете ехать вперед-вперед и бежать своей пехотой. Герои добавляют разнообразие в игру. Некоторые из них добавят вам командных очков для того, чтобы вы брали себе больше деревянных жетончиков. Некоторые у вас будут просто крутыми боевыми единицами на игровом поле. И их нужно будет беречь. И мне, честно говоря, больше, наверное, понравилось играть не компанию, а отдельные стычки. Причем, когда мы сами с оппонентом собираем игровое поле, после этого договариваемся на размер армии, которой мы играем, и просто отыгрываем, как оно есть. Поэтому, если вам нравится тематика Второй мировой войны, если бы вы хотели подыгрывать ее сражение, если бы вы хотели поиграть в варгейм, но при этом вы боитесь сложных фишечных варгеймов из-за того, что в них большие трудные правила с кучей нюансов, которые нужны для того, чтобы углубить уровень симуляции, то вот эта игра для вас отлично подойдет. Я бы сказал, что это вот варгейм для настольщиков или настолка для варгеймеров, которая хорошо скрасит вам вечер, при том, что партия играется. 40 минут в час, когда вы знаете правила, вообще без проблем. Некоторые сценарии можно загрузить за полчасика, а если вы договоритесь на небольшое количество очков, то, в принципе, как раз полчаса это минимальная партия. И это все на то, что я хотел вам на сегодня рассказать, ребята. С вами был Юра, вы смотрите GeekMedia. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин